Вы слушаете канал жаж.клаб. Шпаргалки для писателей. Какую литературу читают мужчины? Социологи с великим сожалением отметили тот факт, что люди с каждым годом все меньшее время посвящают чтению литературы. Кроме того, стоит заметить, что тиражи книг значительно сократились за последние годы. Большинство книг перешли в электронный вариант. Но, несмотря на это, остались любители стандартных бумажных книг. В основном любителями книг являются люди творческие. Научную литературу же предпочитают успешные люди. Также существуют книги социального характера, которые подсказывают человеку, как поступить в той или иной ситуации. Давайте обсудим это подробнее. Научная литература содержит в себе сведения о науке и прогрессе. Зачастую мужчины решают получить второе высшее образование по заочной форме и, в силу необходимости, им необходимо изучить такую литературу весьма подробно. Такие книги повышают уровень общей эрудиции человека. Художественная литература – это, прежде всего, классика. Она остается актуальной во все времена. Классика изучается детьми уже в школе. А в более солидном возрасте человек может лучше воспринять данную литературу и заметить те моменты, которые он упустил ранее. Классическая литература является своего рода фундаментом художественного восприятия окружающего нас мира. Современная литература тоже достаточно интересна. Несмотря на то, что по мнению профессоров русского языка и литературы такие книги не приносят пользы и значительно уступают классическим произведениям, книги достаточно востребованы. Всевозможные детективы и романы помогут отвлечься от действительности и попасть в мир приключений. Фантастическая литература обрела огромную популярность. Именно по мотивам таких книг снимают фильмы, поскольку фантастика интересна практически каждому мужчине. Дайте волю своей фантазии и окунитесь в мир предложенной литературы. Социальная литература, ориентированная на мужчин, как правило, дает интересные рекомендации о том, как стоит поступить в той или иной ситуации. Такая книга может стать личным домашним психологом, который всегда находится под рукой. Также данная литература даст пару советов о том, как стоит общаться с противоположным полом. Чтение книг – это достаточно интересное занятие. Приобретая литературу, ориентируйтесь на ваш вкус и ваши собственные предпочтения. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб